Детская поликлиника Играет важную роль в жизни ребенка Здравствуйте, я Инга Габеш и это программа «В курсе» В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев Здоровье детей – это первая забота всех родителей Поэтому в жизни всех мам, да и пап детская поликлиника занимает не последнее место по посещаемости Ну а вопросов у тех же родителей по работе детской поликлиники немало Ответить на некоторые из них мы попросим Галину Чернышеву Заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи детям Городской больницы номер 9 Здравствуйте, Галина Сергеевна Вот знаете, губернатор края, вступив в должность и познакомившись с работой всех отраслей Он здравоохранению поставил свой диагноз Вениамин Кондратьев сказал, что болевые точки отраслей – это кадры, вернее их отсутствие Поэтому давайте поговорим о кадровом обеспечении детской поликлиники Хватает ли у вас профильных специалистов? Ну кадровое обеспечение, конечно, всегда, наверное, не хватает Тем не менее, в этом году с апреля у нас хорошая новость Мы открыли еще дополнительный один участок У нас теперь 40 участков педиатрических И все они укомплектованы врачами На всех участках есть врачи Хотелось бы, может быть, и специалистов, естественно, больше Но есть немножечко нехватка Мы работаем активно в этом направлении Даем информацию в центре занятости Также работаем по программе целевого направления Нашей Кубанской Академии Медицинской То есть оттуда тоже специалисты к нам приезжают на работу? Да, есть такая работа, опыт такой работы Почему возникла необходимость открыть еще один участок? В связи с тем, что город достаточно быстро разрастается Увеличивается количество населения У нас очень хорошая рождаемость в городе И она неуклонно растет Возникла необходимость в открытии дополнительного участка Это участок номер 40 Мы разделили один наш старый участок на два В связи с тем, что большое количество населения там стало проживать Это территория виноградной, часть Рахманинова, клубничная И людям будет более комфортно Больше внимания они смогут получать При наличии еще одного врача на этой территории обслуживания То есть в Краснодарском крае реализуются новые реформы медицинские То есть наверняка все эти улучшения В том числе и в рамках каких-то краевых программ выполняются Детский врач, как известно, самый важный специалист в жизни каждой мамы И с ним она встречается сразу после рождения малыша Он подсказывает, как себя вести Как справляться с различными недугами Именно от этого специалиста зависит, наверное, здоровье ребенка в будущем Поэтому многим родителям, наверное, всем, правильнее сказать, родителям Интересно знать, проходят ли сочинские детские врачи Курсы повышения квалификации Возможно, это вообще обязательным является Обязательно Все врачи обязательно, согласно всем нормативам Министерства здравоохранения Российской Федерации Проходить учебу каждые пять лет Более того, без наличия учебы, которая должна подтверждаться каждые пять лет Ни один доктор не может работать в медицинском учреждении Независимо от возраста, будь то даже самоопытный, заслуженный врач Независимо Прежде чем задать следующий вопрос, предлагаю послушать один из последних комментариев Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Вот что он говорит об отрасли здравоохранения Край ежегодно вкладывает в отрасли здравоохранения четверть своего бюджета Вкладывал, вкладывает и будет вкладывать Потому что уже прозвучало с этой трибуны На здоровье мы никогда не будем экономить Так вот, глава региона часто говорит о финансировании отрасли здравоохранения Как у вас обстоят дела? Насколько ощутима эта помощь? Это очень ощутимо И по оборудованию, которое поставляется в медицинские учреждения Строится новый перинатальный центр, который скоро будет открытие Действительно, губернатор очень активно участвует в помощи, которую мы оказываем населению Буквально в прошлом месяце наше учреждение получило на обслуживание вызовов Семь новых машин Нивы-Шевроле Которые дают возможность обслуживать вызова в отдаленных, тяжело доступных районах Что позволяет быстрее, более качественнее проводить медицинскую помощь деткам на дому Это для нас очень большая помощь и очень здорово Ну а теперь вернемся к вопросам насущным Актуальна во все времена остается тема конфликтов в поликлиниках Телефонные препирательства с регистратурой Наверняка ведется электронная запись Помогает ли она решать эти проблемы? Сокращаются ли очереди? Мы активно работаем над вопросами регистратуры Это самый главный вопрос Потому что, конечно, все впечатление учреждения начинается со входа Ввели единый колл-центр Телефон 2-66-08-83 Пользуясь случаем Проводим психологические тренинги с сотрудниками С целью улучшения качества общения Доставления комфорта нашим посетителям У нас назначается старший регистратор Который контролирует потоки пациентов Проводим ежедневную логистику Движения пациентов Чтобы улучшить это пребывание в учреждении Ввели анкетирование Где задали два вопроса Довольны ли вы работой регистратурой И что бы вы хотели изменить Чтобы сделать эту работу лучше Это анкетирование мы ввели с марта месяца Если в марте мы получили где-то 40% отрицательных отзывов То в апреле 40% было предложений Не было ни одного отрицательного отзыва Что я думаю мы на верном пути Есть еще конечно много вопросов для работы Но я думаю что будем их решать Есть предложения от пациентов От родителей наших пациентов И мы их будем реализовывать Если можно озвучить парочку Что хотят изменить Например хотят профилактические осмотры без записи И на летний период времени мы так сделаем Мы сделаем с июня по август Такие дни как среда и суббота Это профосмотры детей здоровых без записи То есть люди могут прийти когда они хотят на прием Здорово наверняка очень удобно будет Ну надеемся А колл-центр это параллельно с регистратурой будет работать Колл-центр он работает у нас на самом деле уже с августа 2015 года Уже будет год в этом году Это три номера Которые связаны в одну сеть Где можно ожидание вызова То есть пациент при наборе номера не слышит Гудков занято И психологически И в принципе удобно для регистраторов Что можно ответить Мы увеличили количество человек в регистратуре Особенно в первую половину дня Когда у нас идет больше вызовов У нас 4 человека находятся Вот на Ворском переулке в частности И это тоже немножко улучшило нашу работу Ну и наверное по программе клиентоориентированности тоже работаете Клиентоориентированность прежде всего на первом месте А есть ли норматив у врача временной по приему пациента Хватает ли этого времени на качественный осмотр ребенка? Есть усредненный норматив Который предусмотрен нормативной базой Министерства здравоохранения Российской Федерации На каждого специалиста И мы конечно этим придерживаемся Но в любом случае на приеме Если есть разные пациенты Есть разные ситуации И в случае, когда ребенку нужен более длительный осмотр Более длительная помощь Конечно он ее получит Как обстоит дело с услугами Которые чаще всего относятся к условно-бесплатным? Вот пример Есть направление на УЗИ от педиатра Но записаться в ближайшее время На это исследование бывает на самом деле невероятно сложно А приходится обращаться в платные клиники Ну так как результат нужен скорее Вот с чем это связано? Насчет ультразвукового исследования Могу сказать, что мы, зная эту проблему С декабря 2015 года Увеличили количество специалистов Для проведения ультразвукового исследования Их у нас теперь 5 в поликлинике И это позволило увеличить количество детей Которые проходят УЗИ исследования Например, приведу цифры Что за весь 2015 год У нас было обследовано 6190 детей А за текущий период 2016 года У нас уже посмотрено специалистами 4242 ребенка То есть мне кажется, что мы В хорошем направлении идем в этом плане И если вдруг на вторую часть вашего вопроса Если вдруг ребенку нужно срочно именно УЗИ Ему всегда его сделают Потому что у нас больше идет речь О плановых УЗИ О диспансерных осмотрах И многие нуждающиеся Больше эту очередь занимают А при индивидуальном подходе Если срочно нужно Всегда делается УЗИ Без вопросов Врач никогда не откажет Нет, не откажет Тема номер 1 Или как ее еще называют Больная тема Думаю, все догадались О чем идет речь О прививках Как проходит в Сочи вакцинация Время, сроки вакцинации Количество вакцин Все согласно на национальному календарю Российской Федерации Проводится И как положено В принципе А много ли отказников? Отказников было Их не так много Но было период времени Когда достигало 15% Это критическая ситуация Считается Но в 2013-2014 году Мы имели, может быть, знаете Вспышку кори И в принципе Почти все отказники У нас привились И от кори На сегодняшний день Стопроцентная привитость По городу То есть это нам дало возможность Немножко этот вопрос Улучшить, подтянуть И иммуноуправляемые заболевания Они так называются Привести в нужное русло А от чего именно Вот сегодня необходимо Прививать детей? Согласно нашему календарю прививок Мы прививаем от Столбника Коклюша Дифтерии Обязательно Корь краснуха Паратит Гепатит B Также введен в календарь С 2014 года У нас Вакцина Вакцинация От пневмококовой инфекции Детям младшего возраста И взрослым Старше 65 лет Считается Самый уязвимый Контингент Населения Также Мы делаем Вакцину От гемофильной палочки Детям до полутора лет И в прошлом году Проводилась Ротовирусная инфекция Вакцинация И на сегодняшний день Еще важной Вакциной является Полимелит Которая Проходит Час Переход Из трехвалентной В двухвалентной То есть вакцина Качеством будет меняться Ну и вакцинация От гриппа Тоже введена В национальный календарь Российской Федерации То есть Сочницы сейчас Понимают Что все-таки Это необходимость Конечно Обязательно Обезопасить детей Особенно В нашем городе Когда мы имеем Возможность Контактировать Со всем миром Наш город Более открыт Для приезжих И для того Чтобы обезопасить себя Своих детей Обязательно Нужно вакцинироваться Ну и сейчас Близится летний сезон И в связи с тем Что в прошлом году Были сделаны Прививки от Ротовирусной инфекции Наверняка Такой вспышки Это позволит Да Мы бы хотели Просмотреть Будущую статистику И констатировать Факт Что кишечная инфекция Заболеваемость По кишечной инфекции Будет ниже Да Будем надеяться Ну и сезонные болезни Да Вот сейчас В разгаре весна Май Существует ли в городе Опасность Сейчас Вот вспышки Каких-то вирусных Инфекций у детей Ну на сегодняшний день Мы должны Констатировать Что заболеваемость Не на высоком уровне Даже более того На низком уровне И Согласно Опыту Предыдущих лет Никаких вспышек Не должно быть А есть ли какие-то Детские заболевания Которые характерны Именно для нашего Региона Ну это В основном Летний период И кишечная инфекция Конечно Все остальное Как у всех Скорее всего А летний период Характерна нам Кишечная инфекция Поэтому И была введена В прошлом году Вакцинация детей Маленького возраста От ротовирусной инфекции Поэтому будем ожидать Снижение Этой заболеваемости В этом году А что вы можете Кратко сказать Об эффективности Иммунореабилитации Детей Часто болеющих Респираторными Вирусными инфекциями Я знаю Эту тему Вашей диссертации Да Кратко могу сказать Что иммунореабилитация Она очень эффективна Если ее проводить Грамотно Под контролем Специалистов И лучше Не заниматься Самолечением Тогда Это может Затянуть Процессы Болезни И Не привести К ожидаемому Хорошему результату То есть Вмешиваться Родители Без специалистов Нежелательно Для взрослых В Сучи Часто проходят Дни здоровья Проходит ли что-то Подобное Для детей Работают ли Кабинеты здоровья Более того Скажу что Дни здоровья Это самая главная Работа педиатра Потому что У нас их очень много У нас есть День здоровья Для детей До года Есть Дни здоровья Детей младшего возраста Есть Дни Диспансеризации Несовершеннолетних Которые тоже Это Проф дни Для здоровых детей Так что Их больше Чем Наверное Других дней Родители Могут Прослушать Информацию О профилактике Как ребенка Кормить Как за ним Ухаживать Как регулировать Время Кормления Прогулок Как профилактировать Какие-то заболевания У нас также Есть кабинеты Здорового ребенка Есть школы Но это уже Правда Для диспансерных Детей С Заболеваниями Например Школа Сахарного Диабета Школа По травматологии Ортопедии Школа Бронхиальной Астмы То есть Где более подробно Уже Получают Родители Информацию По каждому Конкретному Случаю По каждому Их Ребеночку Это важно Действительно Возможно Проводятся еще Какие-то Просветительские Акции Или они тоже Входят в эти Дни здоровья В принципе Бывают у нас Дни Которые Отдельно Плюс к этим Всем Дням здоровья Которые Несут Какой-то Тематический Характер Выбирается Какая-то Тема Актуальная И проводят Или неврологи Или просто Общие практики Педиатры Тогда Приглашаются Дети В наш Зал Им Проводится Какая-то Просветительная Работа Какие-то Интересные Конкурсы Что-нибудь Такое С чем С чем Можно Было Заинтересовать Детей А где Можно Всю Эту Информацию Узнавать О Днях Здоровья Акциях Когда Эти Дни Проводятся Мы Обязательно Даем Объявления Вывешиваем У себя В каждом Филиале Педиатры Сообщают Своим Пациентам Приглашаем Детей Все Родители Хотят Видеть Своего Ребенка Здоровым Веселым Бодрым Ваш Совет Как Этого Добиться Мой Совет Прежде Всего Это Четко Знать И Болезни Лучше Не Лечить А Их Профилактировать К сожалению На сегодняшний день У нас Много Людей И Детей Страдает Гиподинамией Это Тоже Приводит К Частым Заболеваниям И К Нездоровью Для Того Чтобы Организм Был Здоровым Сбалансированным Нужно Иметь Правильный Образ Жизни Здоровый Это Заниматься Обязательно Спортом Нужно Правильно Питаться В Обращаться К Специалистам Которые Более Квалифицированную Помощь Окажут И Сократят Время Болезни Улучшат Качество В дальнейшем Жизни Ребенка Уважаемые Родители Прежде Всего Ведите Сами Здоровый Образ Жизни И Прививайте Здоровый Образ Жизни Своим Детям Чтобы Они Были Самыми Здоровыми Бодрыми Умными И Красивыми Спасибо Большое Галина Сергеевна За беседу За исчерпывающие Ответы На этом Время Нашей Программы Подошло К концу Напомню Гостем Нашей Программы Была Заместитель Главного Врача По амбулаторно-поликлинической Помощи Детям Городской Больницы Номер 9 Галина Сергеевна Чернышева Будьте В курсе Всех Событий Будьте Здоровы Всего Доброго Доброго